Пупок – сакральное место на нашем теле. А Юрведа называет его вратами жизни. Ведь именно через пупок мы были связаны с матерью до рождения. Здесь пересекаются все энергетические каналы, а в Китае считают, что именно в области пупка аккумулируются все наши переживания и нервное напряжение. А еще восточная медицина говорит, что правильное воздействие на пупок способно избавить человека от многих неприятных проблем. Пара капель эфирного масла, несколько массажных движений и проблемы со здоровьем уходят. Зачем наносить эфирное масло на пупок и как правильно это делать? А Юрведа рекомендует. Лечение эфирными маслами. Воздействие на биологически активные точки – основа восточной медицины. Пупок является одной из таких точек, ведь именно там пересекаются наши энергетические потоки. Благодаря правильному воздействию на эту точку и применению эфирного масла можно избавиться от множества проблем. Каких именно? Давай разберемся. Проблемы с пищеварением применения эфирного масла, а именно нанесение его на пупок, способны облегчить проблемы с пищеварением. Такой метод поможет при диарее, отравлении, тошноте, вздутии и запоре. Для этого хорошо подойдет масло перечной мяты или имбири. Нужно просто смешать его с маслом основой, масло жажаба или кунжутное, и капнуть на пупок. Можно добавить пару массажных движений, ниже мы расскажем, как правильно их выполнять. Болезненная менструация. Эфирные масла очень эффективно способны справляться с болями при менструации. К тому же регулярный массаж и применение масел способны нормализовать цикл. Для этого хорошо подойдет масло перечной мяты, кипариса, шалфея и имбиря. Проблемы с печенью для очистки печени специалисты советуют применять масло лимонной цедры. Проблемы с фертильностью эфирное масло шалфея, втертое в пупок и область вокруг него, способны повысить фертильность у женщин и мужчин. Пара капель масла и легкий массаж помогут расслабиться, запустят выработку нужных гормонов и будут способствовать удачному зачатию. Потеря энергии, так как пупок – наш энергетический центр, с его помощью можно восстановить энергетический баланс. Поможет в этом рапсовое масло. Капни небольшое количество масла на пупок и сделай легкий массаж. Регулярные процедуры восстановят твою энергию, помогут обрести вдохновение и пробудят твое творческое начало. Мы много говорили о том, что кроме использования эфирного масла, нужно еще и делать самомассаж. Пора научиться правильно его делать. Итак, ты капнул пару капель масла на пупок, теперь начинай делать массаж. Первое массажное движение называется пробивание. Надо вставить указательный палец в пупочное углубление и очень аккуратно, без лишних усилий надавить на пупок. Повтори 6 или 10 раз. Второе упражнение – расширение. Вставь палец в пупок и вращай кончиком пальца по часовой стрелке. Давление должно быть направлено не вглубь, а в стороны. Повтори от 6 до 10 раз. Это упражнение отлично улучшает пищеварение. Следующее упражнение – сжимание. Собери кожу слева и справа от пупка, чтобы образовалась горизонтальная складка. Сожми складку 6-10 раз, а после повтори то же самое, только с вертикальной складкой. Это упражнение поможет привести в тонус кожи вокруг пупка, а также укрепит стенки энергетического канала. И последнее упражнение из нашего списка – накачивание. Положи ладонь на область пупка, резко и энергично надави, сделай 6-10 раз за один выдох. На вдохе оторви руку от живота и расслабь его. Это упражнение поможет создать запас энергии и восстановит ее баланс. На этом массаж пупка заканчивается. Этот простой массаж вместе с эфирными маслами творит настоящие чудеса. Его можно делать до трех раз в день, но опять же очень деликатно и аккуратно. И не забывай, что пупок – зона очень чувствительная и требует особого ухода. Соблюдай эти простые правила. Выполняй массаж и всегда оставайся здоровым. Ставьте лайки. Благодарю за просмотр выпуска. С вами была Алиса Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok